Добрый день, дорогие друзья! Сегодня последний урок из цикла серии о преобразователях частоты. Сегодня мы с вами поговорим про протокол связи MatBus. Немножко углубимся в теорию и посмотрим, как это работает. И в конце, на конкретном примере, рассмотрим, как это подключить и настроить в Linux. Что ж, давайте начнем. Прежде всего, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что все, о чем мы сегодня будем говорить, отображено в статье на нашем сайте WCNC. И я надеюсь, что эта информация поможет вам при изучении данного вопроса, потому как там существуют различные таблицы, где указаны настройки для конкретного преобразователя частоты, схемы подключения, а также выложены дополнительные файлы, которые мы сегодня будем использовать. Для тех, кто совсем не знаком с протоколом MatBus, скажу несколько слов о том, в чем заключается его преимущество. Во-первых, подключение происходит всего по двум или же трём проводам, причем длина кабеля может быть очень длинной, что немаловажно. А также дополнительным преимуществом является, во-первых, точное задание частоты и полный контроль параметров. К примеру, мы можем считывать данные по MatBus с преобразователя частоты и в режиме практически реального времени наблюдать за током, напряжением, моментом двигателя, изменять различные параметры и так далее. Из нашей практики мы используем данные преобразователя частоты, во-первых, на металлорежущих станках, потому как нам важно, в первую очередь, точную скорость вращения шпинделя. И используем точно так же в токарном станке по дереву, потому как крайне удобно и информативно наблюдать за нагрузкой на головный привод. Такие преимущества, мне кажется, должны являться поводом для знакомства с данным протоколом. Мы с вами будем использовать вот такой вот преобразователь. Этот преобразователь мы изготавливаем сами, и поводом для этого послужило использование микросхемы FTDI, потому как в большинстве преобразователей, которые мы встречали в России или в Китае, используются микросхемы CH340, которые по нашей практике являются менее доднежными, чем это. В любом случае, вы можете использовать либо этот преобразователь, либо какой-либо другой, но, опять же, скажу, что рекомендую обращать внимание на то, какая микросхема установлена на том преобразователе, который вы покупаете. Итак, на нем необходимо припаять три провода. Это RS-485+, RS-485- и GND, в случае, если мы будем его использовать. Провод желательно использовать типа витая пара, экранированный. Эти же три провода нам необходимо подключить к преобразователю частоты. Сегодня мы с вами будем подключать его к преобразователю частоты повторан, я и 130. У него эти контакты находятся сверху, но на самом деле это не панацея. В других преобразователях частоты они могут быть установлены на общем терминале, как, к примеру, в преобразователе частоты Symfonyx. Они здесь маркируются как просто RS- плюс и RS- минус. В любом случае вам необходимо обратиться к руководству на тот преобразователь, который вы используете, и это поможет вам подключить эти провода. Давайте вернемся к преобразователю частоты повторан и подключим необходимые контакты. В данном случае это у нас RS-485 плюс и RS-485 минус. Согласно руководству и маркировке на самом терминале. Отлично. Подключение завершено. Как видите, оно совершенно несложное и крайне удобное. Итак, теперь мы можем приступить к настройке самого преобразователя частоты. Для этого включим его. Вы можете воспользоваться руководством, а можете воспользоваться табличкой, которая подготовлена специально для преобразователя частоты повторан 530, которая также размещена по ссылке, о которой я говорил в начале урока. Итак, давайте посмотрим. Нам необходимо изменить параметры, в первую очередь, F0.02. Поставить его в значение 0. Далее мы перейдем к параметру F0.04. Он должен быть в значении 2. Далее мы должны проверить параметры группы F9. F9.00 должен быть в значении 3. F9.01 должен быть в значении 0. F9.02 должен быть в значении 1. И последний параметр F9.05 должен быть в значении 1. Все эти параметры относятся к настройкам скорости передачи данных протокола MatBus, формата данных, порядкового номера преобразователя частоты и так далее. Итак, теперь мы можем перейти к компьютеру. То есть наш параметры мы подключим к компьютеру под операционной системой Windows. И посмотрим наглядно, что из себя представляет этот протокол и как в самом простом варианте с ним работать. Итак, для того, чтобы разобраться, что из себя представляет протокол MatBus RTU, мы воспользуемся программой Termit. Она существует в свободном доступе и вы можете ее скачать на официальном сайте. Итак, в первую очередь, что нам необходимо сделать? Нам нужно убедиться, что наш преобразователь действительно определился. Выглядит он как USB сериал-порт. Соответственно, в диспетчере устройств вы можете убедиться, что он действительно у вас есть и что он, к примеру, как у меня, Кум-5. У вас он может быть другим. Точно так же в этой программе мы укажем Кум-порт. Все эти параметры будут точно такие же, как мы выставили в преобразователь частоты согласно нашему руководству. И указали Кум-порт тот, что у нас в диспетчере устройств. Если вот эта строчка зеленая, значит, подключение прошло успешно. Если же она красная, значит, что-то в подключении либо в настройках неверно. Итак, давайте же посмотрим, из чего состоит, в принципе, протокол MatBus. То есть каждый запрос, к примеру, это запись или чтение, состоит из нескольких составляющих. Здесь в этой программе очень удобно реализована подсказка. То есть мы видим, что в первую очередь идет MatBus адрес. То есть это адрес. У нас он адрес устройства. У нас он один. Соответственно, идет функциональный код. Мы сейчас с вами можем это посмотреть в руководстве. Точно так же идет старший и младший адрес регистра и старший и младший бит для значения этого регистра. С помощью этих данных мы, в принципе, можем составить большинство запросов, которые доступны нам при работе, к примеру, с нашим преобразователем частоты. Давайте откроем руководство для повторан PI-130. То есть это тот преобразователь, с которым мы сегодня работаем. И мы можем увидеть все регистры, которые доступны для записи или для чтения. К примеру, давайте посмотрим. Если мы укажем для регистра 2000 001, то это будет означать, что преобразователь частоты запустится в прямом направлении. Давайте попробуем. То есть мы указываем адрес устройства 01. Дальше мы указываем, что будем делать, записывать или считывать. К примеру, здесь также есть подсказка. То есть запись это у нас 06. То есть укажем 06. Далее укажем 200. То есть это адрес регистра, который мы будем записывать. И также укажем 00.01. Это значение этого регистра. Теперь мы можем наблюдать, что наш преобразователь частоты запущен. Давайте попробуем его остановить. То есть у нас также первое устройство. 6 значит функция записи. Тот же самый регистр 2000. И укажем его значение 06. Преобразователь частоты выключится. То есть мы наглядно видим, что если мы записываем вот это значение вот в этот регистр, то у нас преобразователь частоты останавливается. Если мы записываем вот это значение в этот регистр, то он запускается согласно вот этой вот функции. Итак, давайте его опять же запустим для наглядности в обратном направлении. И теперь мы можем изменить скорость вращения шпинделя. Для этого запишем значение непосредственно в параметр F0. F0.01. Если мы перейдем к руководству, то F0.01 – это установленная частота. Итак, теперь хотелось бы отдельно обратить ваше внимание на то, что мы будем записывать частоту именно в том виде, как она выглядит в преобразователе. То есть условно 400 Гц – это 40 тысяч, то есть это значение без запятой. И для того, чтобы указать это в нашей программе, нужно перевести это значение в 16-ти ричную систему числения. К примеру, для того, чтобы записать значение 400 Гц, мы введем 40 тысяч и переведем его в 16-ти ричную систему числения. То есть в 16-ти ричной системе это будет выглядеть как 9C40. Поэтому мы для этого параметра укажем 9C40. И в данном случае у нас преобразователь частоты должен быть установлен на 400 Гц. Точно так же, если мы, к примеру, хотим установить значение 12 тысяч оборотов, для данного, разумеется, шпинделя, то нам необходима частота 200 Гц. То есть мы 20 тысяч переведем в нашу сферичную систему числения, это будет 4Е20. И теперь мы можем в этом убедиться. Давайте еще раз вернемся к нашему руководству. И также посмотрим на то, что мы можем считывать различные параметры. текущие, что также очень полезно, к примеру. Мы можем считать, например, текущий ток, что также очень полезно для контроля. Давайте попробуем это сделать. Здесь мы можем переключиться. Это будет наглядней. Устройство у нас не изменяется, поэтому адрес устройства также 0.1. Укажем функциональный код 0.3. Он означает чтение из регистра. И укажем, что будем считывать регистр 10.04. И укажем, что будем считывать одно значение. То есть вот таким вот образом должен выглядеть, скажем так, запрос. И мы видим, что у нас существует ответ. То есть преобразователь частоты нам указал, что в данный момент током является значение 0.9 А. Для того, чтобы убедиться, что мы делаем все правильно, давайте откроем параметр Inverter Output Current, то есть параметр D04 на преобразователь частоты. И посмотрим, что там действительность в данный момент 0.9 А. указываем D04. И видим, что в данный момент там действительно 0.9 А. То есть это говорит о том, что мы считываем данные по матбасу и видим все эти параметры. Давайте также попробуем считать, к примеру, вольтаж, то есть это регистр 10.03. 0.1, также одно значение. И видим, что у нас в данном случае 6D. И также берем 6D и видим, что в данный момент напряжение 109 А. И также давайте этот параметр поконтролируем. D0.03. То есть должно быть 109 В. Проверяем. 109 В. То есть, как видите, это очень удобно. Тем самым вы можете непосредственно с компьютера и управлять, и считывать какие-то значения, получать их, скажем так, в режиме онлайн. Это гораздо удобнее, чем аналоговое управление. Итак, надеюсь, что в данный момент мы разобрались с принципом работы, что вам стало более понятно вот эта вот табличка. Причем она для некоторых преобразователей частоты несколько отличается, поэтому мы и разбираем это с вами для того, чтобы вы понимали, куда в руководстве вам именно нужно смотреть, для того, чтобы настроить MatBus именно под ваш преобразователь. Потому что набор регистров и значений от устройства, разумеется, может отличаться. Итак, давайте теперь посмотрим, как настроить это в Linux CNC. То есть мы подключим это к операционной системе Linux CNC и посмотрим, как будет вживую видеть получение различных параметров уже непосредственно в программе. Давайте перейдем непосредственно к Linux. Цель данного урока состояла в том, чтобы научиться настраивать Linux CNC для работы с различными преобразовательными частотами по протоколу MatBus. Мне кажется, что в большинстве случаев работа становится понятнее, информативнее. и надежнее, как мне кажется. Итак, перейдем на нашу страничку WikiCNC в раздел MatBus. И вначале рассмотрим вот еще какой момент, который также необходимо учитывать. Здесь есть схема подключения к различным преобразователям частоты. И обратите внимание, что также подключается реле 1 на плате LPT-DPTR или LPT-DPTR-M. Это сделано для того, чтобы в случае потери связи между преобразователем RS-485 и самим частотником срабатывало это реле для того, чтобы частотник отключался. Потому как, если связь пропадет, то попросту, допустим, станок остановится, а шпиндель продолжит крутиться. Это, разумеется, допускать нельзя. Поэтому подключается вот такой вот реле согласно схеме. Здесь также указано, какой параметр необходимо установить для того, чтобы это работало корректно. И, в общем-то, на этом подключение более никакого не требуется. И мы можем спокойно перейти к настройке. Сразу скажу, что мы не будем проходить по всем этим пунктам. Потому как мне кажется, что здесь нет ничего сложного. Мы постарались максимально указать, что нужно сделать, в какой последовательности. И более того, даже с какими сложностями вы можете столкнуться. Потому как для некоторых преобразателей частоты все равно есть какие-либо особенности. Поэтому пользуйтесь этой страничкой. Я думаю, что она вам поможет все это сделать максимально быстро и просто. Итак, единственные моменты, о которых я хотел бы вам сказать и о которых я хотел бы пояснить, это, опять же, о регистрах, которые мы с вами сегодня разбирали и которые мы уже видели. Для этого в файлах, которые мы скачали на этой страничке. Вот находится вот этот архив. И вот мы видим те же файлы, которые разбираем в данный момент. И здесь есть два файла, которые нас более всего интересуют. Это MatBus.ini и ShowError. Давайте начнем с первого. То есть, если вы будете настраивать Linux под преобразователь частоты неповторан, то вам необходимо привести эту таблицу в соответствии с руководством именно на ваш преобразователь частоты. Но давайте посмотрим в общем смысле, что нас должно интересовать. В первую очередь, это, конечно, параметры подключения. Мы с вами устанавливали параметры. Давайте к ним вернемся. То есть, мы вначале с вами устанавливали параметры, которые указаны здесь. То есть, скорость 9600. И мы видим, что также здесь скорость 9600. Формат данных, порядковый номер и так далее и тому подобное. То есть, мы видим именно эти параметры здесь. И именно эти параметры мы должны привести в соответствие точно так же, как мы указали в наших настройках. Иначе связи просто не будет. Далее. Давайте посмотрим. У нас есть функциональный код 06. Это запись. И, соответственно, мы видим адрес 2000, который нам и необходимо записать. Давайте опять перейдем к руководству на наш преобразователь частоты. И еще раз убедимся. Адрес 2000. И команда, точнее, значение этого адреса для того, чтобы шпиндель был запущен в прямом направлении, это 301. Переходим и видим. 301 это как раз forward run. То же самое с reverse run и остановкой. Точнее, остановкой и сбросом ошибок. Опять же, вернемся. Остановка, фалтерсет, сброс ошибок. То есть эти параметры у нас соответствуют. Точно так же они должны соответствовать у вас с вашим преобразователем. И далее мы видим такие же адреса регистров для прочих параметров. Такие как, например, запрос скорости вращения шпинделя. То есть если мы сейчас перейдем к адресу 10.07, то мы видим, что это скорость вращения шпинделя. И так далее и тому подобное. То есть вы должны обращать внимание на то, что вот именно эта табличка должна быть приведена в соответствие. Далее. Что нас так же должно интересовать. Это, конечно, тростепенное. Но я думаю, что любому человеку приятно, когда у него все сделано правильно. Итак, это таблица ошибок. Мы с вами чуть позже посмотрим, как это работает. Но в любом преобразователе частоты есть защитные функции, которые также указывают на какую-либо ошибку. То есть, к примеру, если у нас силовой провод от преобразователя частоты до шпинделя обрывается, то у нас указана ошибка E0, точнее EO, UP. Мы видим это на экране преобразователя частоты. То также помадовался, и мы можем получить код значения 1 для регистра 8000. Это будет говорить о том, что у нас потеряна одна фаза. Поэтому мы видим, что код значения 1 у нас соответствует потере выходной фазы. И мы можем также проверить какой-нибудь другой параметр, к примеру, EO, U1. Это значение 0.7, acceleration over voltage. То есть, это значит, что ошибка по превышению напряжения при разгоне. Соответственно, код 0.7. Убедимся. Превышение напряжения при разгоне. В противном случае вы просто можете ввести себя в заблуждение, потому как в Linux у вас будет указана какая-либо ошибка, а на самом деле вы будете смотреть, скажем так, не в ту сторону, и это введет вас в заблуждение при ремонте вашего оборудования, при наладке и так далее. То есть, условно, табличка должна соответствовать руководству на ваш преобразователь частоты. Итак, что ж, мы с вами осветили основные моменты, которые нам понадобятся при настройке подключения. Давайте же посмотрим результат, которым мы шли и который нас больше всего интересовал. То есть, мы открываем Linux CNC. Здесь в конфигурации, которую вы скачали, уже создана панелька PI-VCP, которая содержит в себе основные функции, скажем так, и теперь нам необходимо посмотреть, как это работает. На этой страничке есть подробное пояснение, что именно за что отвечает. Соответственно, в первую очередь нас интересует вот этот вот индикатор. Если он говорит зеленым, это говорит о том, что у нас налажена связь между преобразовательной частотой и компьютером. Теперь нам необходимо вернуть все в домашнее положение, и мы можем попробовать. То есть, по факту, с точки зрения Linux, не считая боковой панели, не существует никакого различия в управлении. То есть, точно так же, как вы бы управляли аналоговым выходом, если мы введем M03 и укажем скорость какую-либо, то мы точно так же получим эту скорость на нашем шпинделе. Ну, как я и говорил, приятным моментом заключается тот факт, что теперь можно увидеть ток и момент нашего шпинделя, и это является неоспоримым плюсом, как я раньше говорил в металлорежущем оборудовании или в токарном оборудовании. Точно так же, как мы с вами заполняли таблицу ошибок, если мы сейчас нажмем кнопку Show Error Description, то мы видим, что сейчас у нас выведено сообщение «Нет ошибок». И это сообщение выведено именно потому, что у нас для кода 0 указано текстовое сообщение «Нет ошибок». Точно так же, если бы в данном случае у нас сейчас была какая-то экстренная ситуация, и мы бы нажали Show Error Description, то мы бы видели сообщение согласно ошибке. Это тоже добавляет некоторое удобство при работе. И кнопкой Delete Error мы можем удалить, скажем так, ошибку, которая существует на преобразователе. Что ж, надеюсь, у вас не осталось вопросов по настройке. Пользуйтесь страничкой информации, которую мы предоставили. Задавайте ваши вопросы в комментариях. Спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok